Привет всем любителям волейбола! Меня зовут Николай, я волейбольный судья. В данном видео я продолжу вас знакомить с электронным протоколом и сегодня мы остановимся на таком моменте как использование данной программы во время игры, а также пробежимся по предшествующим игре процедурам. Если не выдели мое первое видео о настройках электронного протокола с добавлением игроков перед началом игры, то нажмите на ссылку, появившуюся где-то в углу экрана. К огромной массе волейбольных судей обратились, теперь переходим на индивидуальное обучение. Поговорим о такой вещах, как жеребьевка и расстановка. Представь, что ты находишься в зале, команды разминаются в парах и вдруг раздается свисток первого судьи. Это первый свисток за сегодня, следовательно сейчас будет проведена жеребьевка. Для этого первый судей зовет капитана в команд к столу секретаря. После проведения жеребьевки ты должен получить от первого судей ответы на следующие вопросы. Кто подает, принимает первым. Каким образом команды располагаются на площадке, то есть какая команда будет слева, какая команда справа будет и это все по отношению к столу секретаря. На основании сказанного ты сможешь совершить соответствующие манипуляции в электронном протоколе. Это означает, что тебе нужно обозначить стороны команд, а также указать подающую команду. По умолчанию программе подает команда, начинающая играть на левой стороне площадки. Для смены подающей команды достаточно нажать в окне электронного протокола на «Serve to right» или же сменить обратно, нажав «Serve to left». Для смены сторон следует нажать на «Switch sides» и тут же увидишь, что после нажатия на кнопку сменяется между собой также и название команды. Оставим на секунду процедуру ввода расстановок команд и рассмотрим функции, которые представляет нам программы на данном этапе. Кнопка ростера позволяет вернуться обратно к составам команд, что в свою очередь позволяет даже при ошибках, совершенных во время добавления игроков, вернуться обратно в список команд и поправить их в списке. Если это приходится делать в ситуации, когда расстановка команд уже введена в протокол, то после исправления списка в ростере секретарю нужно будет заново подтвердить правильность введенных данных паролями команд. После этого заново указать расстановку. Lineups позволяет указать расстановку команд и скоро я перейду к этому шагу. При нажатии на иконку с собакой или собачкой можно отправить запрос техподдержки электронного протокола. Маловероятно, что это вам понадобится. При помощи кнопки Live Match можно активировать онлайн режим игры. Другими словами, человек, который находится на расстоянии тысячи километров от места проведения игры, может наблюдать за ходом игры через единую веб-страницу разработчиков программы, то есть фирмы Data Project, куда поступает вся соответствующая информация об играх. Обычно для каждой федерации, турниры или лиги создается специальный поддомен, где эта информация доступна. Если у тебя не активирован данный режим, то на сайте игра не будет отображаться в режиме онлайн, то есть в режиме реального времени. В связи с этим на официальных играх, во всяком случае на играх, происходящих под эгидой волейбольной федерации Эстонии, данный режим должен быть обязательно включен. Official Form позволяет распечатывать или же просто отображать в формате pdf документ с информацией о текущей игре. Если количество игроков команды превышает 8 человек, то имена всех членов команды не видны сразу. Для просмотра остальных игроков вам нужно нажать на кнопку Next. Статистика партии видна в блоке результат. Поскольку мы находимся на начальном этапе игры, то нет смысла говорить об этом. При помощи кнопки Print можно либо распечатать, либо сохранить в формате pdf файла, либо же отобразить в отдельном блоке различные данные. Протокол, лист замещения игроков Либера, количество взятых видео повторов, отчет по очкам, а также списки команд. При активации кнопки Match Info появится инфо окно о текущей игре. Также при помощи этой кнопки можно уточнить некоторые данные, например количество зрителей в зале. Кнопка Comments позволяет добавить комментарий о текущей игре. В бумажном протоколе этому соответствует поле замечания. Кнопка Save and Exit сохраняет игру по состоянию на текущий момент и закрывает программу. В остальном плане просто и логично понять какое поле, что означает название команд, количество выигранных партий, текущий счет игры, список игроков, находящихся на поле, а также список игроков на скамье запасных. А теперь возвращаемся к расстановкам. Когда стороны площадок верно указаны, приходит очередь для выдачи тренером карточек с расстановками. Выдай сразу все карточек, то есть на 5 партий, второму судье, который в свою очередь должен передать их тренерам. Тренеры должны заполнить карточки расстановок предстоящей партии и передать их при первой возможности обратно второму судье. Если же этого не происходит, то попроси обязательно второго секретаря, попроси обязательно второго судью их поторопить. Второй судья принес тебе следующие карточки расстановок. Будучи добросовестным секретарем, который вдобавок своей компетентности обладает чуткой внимательностью, ты моментально замечаешь, что на обеих карточках отсутствуют подписи тренеров. Поэтому ты сообщаешь об этом второму судье, который должен отнести карточки обратно тренерам и возвратить тебе их уже подписанными. Для водоростановок существует три возможности. Первая. Двойной клик на строчки соответствующего игрока, в результате которого на позиции номер один появится номер выбранного игрока, то есть он появится на позиции подающего. Каждый следующий игрок по возрастающим позициям будет появляться, то есть на вторую, третью и так до шестой позиции. Второй. Методом перетаскивания соответствующего игрока на выбранную позицию. И третье. Кликнув на желаемые позиции и введя при помощи клавиатуры номер желаемого игрока. И все это нужно сделать для 2 команд. Очень важно, не переплютывая между собой карточка расстановок. То есть для команды А нужно вводить расстановки карточки команды А, ну и для команды Б по такому же принципу. Второй судья может на время ввода позиции встать тебе за спину и проверить корректность ввода расстановок. Это и есть его обязанность, потому что опыт показывает, что порой даже двух человек недостаточно для того, чтобы корректно ввести расстановку. В результате чего в середине партии обнаружится, что с самого начала игры на поле играл неправильный игрок. Если вдруг случится так, что введенная расстановка совсем не совпадает с карточкой, например перепутал карточки у команд, или же нечаянно ввел расстановку по карточке прошлой партии, то в данной ситуации можно весьма просто обнулить всю расстановку, нажав на кнопку ресет. А теперь перейдем непосредственно к функциям вида игры. Расстановки введены, значит можно двигаться дальше к игровому меню. Своё знакомство с функциями начну сверху вниз, о названиях команд я говорил уже ранее. Рядом с каждой командой указано количество партий, которые команда выиграла на текущий момент. Между двух команд прямо по центру отображается текущее время. Под часами можно увидеть текущий счет партии и порядковый номер партии. Вид игры в программе устроен таким образом, что левая его часть отображает информацию для управления командой, которая находится на левой стороне игровой площадки, но и правая часть для правой команды. В блоке On Court отображены игроки, которые на данный момент находятся на игровой площадке, с исключением игроков Либера, которые замещают определенных игроков на площадке. Но последние обозначены светло-желтым цветом, то есть, если вы видите в данном списке какого-либо игрока, фон которого обозначен светло-желтым цветом, то понимаете, что на данный момент игрок находится на скаме запасных, а вместо него игрок Либера находится на площадке. Находящиеся на площадке игроки отображены в центре программы на схеме игровой площадки. При этом на схеме указана правильная, то есть актуальная для текущего момента расстановка игроков. Если во время игры судейская бригада использует какие-либо умные гаджеты, типа планшетов, смартфонов, то текущая расстановка видна также и судьям. Номера обычных игроков отображены белым цветом. Номер капитана показан синим цветом, а также рядом с капитаном указана английская буква C, то есть от сокращения английского слова Captain. Номер игрока Либера указан черным цветом на фоне прямоугольника светло-желтого цвета. К тому же в нижнем правом углу этого прямоугольника указан номер игрока, которого замещает Либера на площадке. В блоке OnBench приведен список игроков, находящихся на скаме запасных. Под схемой игрового поля отображается последнее действие секретаря в программе. Рядом с этой областью находится кнопка Undo, при помощи которой можно отменить последний шаг в программе, то есть последнее совершенное действие в программе будет аннулировано. Для обоих ранее указанных блоков, если вы видите рядом с номером игрока добавочный номер в скобках, то знайте, что данный номер показывает игрока, между которыми была произведена правомерная замена. При помощи кнопки Libero In-Out можно указать, когда игрок Либера выходит на площадку или уходит с нее. Если игрок Либера находится на скамье, то на кнопке соответствующей команды написано Libero In. И наоборот, если Либера находится на площадке, то на кнопке написано Libero Out. Если вы уже настолько хорошо освоились в электронном протоколе, что умеете быстро оперировать горячими клавишами, то в настройках программы вы можете задать для игроков Либера каждой команды определенные горячие клавиши на клавиатуре. У меня, к примеру, для Либера правой команды назначена клавиша L, для Либера левой команды клавиша K. После активации процедуры замещения Либера открывается новое окно, в котором нужно указать, какой именно Либера, если их в команде несколько, выходит на площадку. Также указать, вместо какого игрока он выходит. Очень важно, чтобы замещения игроков Либера происходили бы совместно со вторым судьей. То есть практика показывает, что наибольшее количество неудобств приносит ситуации, когда замещение Либера происходит у двух команд одновременно. В данной ситуации секретарь может не успеть запомнить номера замещаемых игроков, поэтому не следует стесняться обращения ко второму судье с целью уточнить эти детали. Лучше сразу расставить цветочки над «и», чем позже стыдиться своего промаха, если не успеешь зафиксировать процедуру замещения. В ситуации, при которой игрок Либера не может продолжать игру, например, получит травму или же тренер скажет, что хочет заменить игрока Либера, нужно использовать кнопку «A libero is unable to play», с помощью которой можно назначить нового игрока Либера. С помощью кнопки «Timeout» можно давать команду обычные игровые перерывы. И если в настройках программы ты успел активировать соответствующую галочку, то программа будет тебя каждый раз спрашивать подтверждение выдачи таймаута. Мало ли ты на кнопку случайно нажимаешь или же ошибочно выберешь не по команде. Кнопка «Substitution» позволяет проводить обычные замены. Для их проведения существует несколько возможных вариантов. Первым из которых является нажатие на кнопку «Substitution» и у тебя откроется новое окошко, которое по сути разделено на две половины, из которых левая часть с именем «Auth», которой отображены все игроки, которые на текущий момент находятся на игровой площадке. Среди них нужно выбрать игрока, вместо которого на площадку выйдет запасной игрок. Нажав на соответствующего игрока, в правой части окошка появится список из игроков, находящихся на текущий момент на скаме «Запасных» и которые могут быть использованы для проведения замены выбранного на игровой площадке игрока. Как только запасной игрок был выбран, следует нажать на «Run the Substitution». Как только замена успешно произведена, у игроков, участвующих в замене, появятся в скобках номера игроков, указывающие на то, между кем произвели замену. Второй способ проведения замен – это сделать клик на соответствующем игроке, которого ты хочешь заменить на игровой площадке, и у тебя появится уже знакомое тебе окно, при помощи которого ты сможешь назначить игрока, который выходит на игровую площадку. Все остальное тебе уже знакомо. И третий, последний вариант, мой любимый метод – при помощи перетаскивания запасного игрока на место желаемого игрока на площадке, на схематичном поле в центре команды. О функциях, связанных с командами, я, похоже, все уже рассказал. Переходим к другим функциям, о которых я еще не говорил. Они находятся в нижней части электронного протокола. Более детально о каждой функции я расскажу в отдельном видео, иначе текущее видео было бы еще длиннее, чем оно есть на самом деле. А пока что познакомимся с ними, скажем так, поверхностно. Первой кнопкой слева является injury, то есть травмы. При активации данной функции, по сути, мы имеем дело с исключительной заменой. Данную функцию можно использовать лишь в согласии тренера и второго судьи. Нажав на данную иконку, у тебя открывается следующее окно. В первую очередь тебе нужно выбрать команду, в которой произошла травма, а затем игрока, который получил травму. Одним словом, игрока которого будут заменять. По умолчанию программа отображает игроков, находящихся на игровой площадке. И, если вдруг травма была получена игроком на скаме запасной, то нужно переключиться на другую вкладку, расположенную под списком отображенных игроков. То есть, варианты On Court, On Bench и Liber. Выбрав нужного тебе игрока, нажимаешь на Confirm Injury. После чего появится уже знакомое тебе окно, в котором нужно выбрать игрока, который заменит травмированного игрока. И, если в данный момент, в данной ситуации можно провести замену в соответствии с правилами, то программа сообщит об этом в следующем информативном окошке. Если вдруг замена травмированного игрока не подпадает под правомерную замену, то программа сообщит о фиксировании исключительной замены, показав следующее информативное окошко. После проведения исключительной замены, программа предлагает автоматически заполнить поле комментария. В бумажном протоколе ему соответствует поле замечания в центре протокола. Запиши тут ократко причину проведения исключительной замены, между кем она была произведена. А также зафиксируй счет игры на данный момент, то есть на момент проведения замены. Далее поговорим о санкциях. Они же наказания. Для этого нажми на кнопку Cards в карточке. Откроется весьма схожее с исключительной заменой окошко. Опять-таки выбираешь для начала команду, которая заслужила санкцию. И далее. Если имеешь дело с командным наказанием, задержкой или неправильный запрос, то делаешь соответствующий выбор среди кнопок желтого цвета. Если же имеешь дело с индивидуальной санкцией, то есть это наказание, которое назначается конкретному члену команды, то вдобавок нужно выбрать также человека, которому присваивается данная санкция. Схожее с травмой здесь тоже нужно выбрать, назначается ли наказание игроку, находящимся на поле или на скамье запасной. Или же вообще наказание получает официальное лицо команды. Например, тренер, помощник тренера, врач. Для этого пользуемся уже знакомыми вкладками. Если карточку получает конкретный человек, то есть списка нужно выбрать конкретного члена команды, который получает карточку, после чего следует выбрать соответствующее наказание из правой части окошка. Очень важно, все наказания нужно фиксировать совместно со вторым судьей. Он должен сообщить тебе информацию о типе наказания и о том, кто получает его. Секретарь не имеет права фиксировать наказание единолично. Как только правильный выбор сделан, программа спросит у тебя подтверждения. Мол, действительно ли ты уверен, что X игрок получает Y наказание и выглядит это следующим образом. Нажав на Yes, появится следующее информативное окошко, подтверждающее фиксирование наказания конкретному игроку. Также программа предлагает для следующих действий вернуться обратно к игровому меню или же можно назначить следующее наказание. При фиксации карточек секретарь обязан их также зафиксировать на листе наказания, которые команды должны брать с собой на каждую игру. В дальнейшем следует оповестить федерацию о выданных наказаниях. Волейбольная федерация Эстонии обобщает эти данные, анализирует их и в соответствии с полученными данными подготавливает материал для последующих судейских семинаров. После фиксации наказаний программа также автоматически открывает окно для ввода комментариев, принцип заполнения которого тебе уже знаком, то есть зафиксирует текущий счет игры, а или б команда была, номер игрока, играт к причину. Все это нужно сделать скоординированно со вторым судьей, который при надобности уточнит данные у первого судьи. Если со временем туго и второй судья говорит, что причину уточним позже, то ее можно будет уточнить, например, во время интервалов или же во время обычного игрового перерыва. Более подробно о санкциях я расскажу чуть позже в отдельном видео. А теперь вопрос на засыпку. В середине партии, после таймаута, второй судья дает свистком понять, что таймаут закончен и команда начинает двигаться в сторону своих игровых площадок. Игрок команды под номером 10 замешивался у скамьи. По сути, на сигнал второго сути об окончании игрового перерыва он только начал открывать крышку своей бутылки с водой. Ты видишь, что второй судья подошел к этому игроку и слышишь, как судья требует от него, чтобы тот незамедлительно вышел обратно на площадку. На это игрок спокойно добивает воду и лишь после этого выходит на площадку. Затем ты видишь, что первый судья достает желтую карточку и показывает жест задержки. Ты, как просвещенный секретарь, точно сможешь ответить на вопрос, а кому в данной ситуации дается предупреждение за задержку? Ответ на данный вопрос дам в начале следующего видео по теме электронного протокола. А теперь переходим к следующей функции. Реплей. То есть переигровка мяча. Данная кнопка выполняет по своей сути весьма простую функцию. Ее используют в ситуациях, когда нужно прервать розыгрыш в целях безопасности участников игры, а также в ситуации, когда первый судья желает изменить свое первоначальное решение о только что завершенном розыгрыше. Судьи, как известно, тоже люди, а люди, в свою очередь, могут ошибаться. Если ты думаешь, что в данной ситуации было бы хорошо использовать кнопку undo, то это не тот случай. Дай себе сам по пальцам. Эту кнопку используешь лишь тогда, когда на 200% уверен или уверена, что имеет место именно твоя ошибка. Например, присвоил очко не той команде, и при этом не последовало других изменений на площадке. То есть замещение игроков либера, переход на площадке. Если судья принимает решение в пользу переигровки или же просто меняет свое первоначальное решение, то для этого у тебя два варианта действий. Использовать кнопку replay или же ручное изменение детали игры при помощи кнопки manual change. Но тут нужно быть очень осторожным. Не следует использовать эту кнопку, если ранее ты не ознакомился с ней в тестовых играх. Но самым верным решением является использование кнопки replay. Как только ты на нее нажмешь, у тебя открывается такое окошко. У внимательного зрителя может возникнуть вопрос, а в чем разница между выбором mind change и replay? А разница заключается лишь в том, что первый вариант используется только в той ситуации, когда судья меняет свое первоначальное решение. В данной ситуации может так случиться, что ты уже присудил очко одной команде, но в итоге судья присудил его другой. А вариант replay используется в этом случае, когда назначается переигровка. Например, в самый разгар игры выбежит кошка на поле или же выкатится мяч. Поэтому при выборе replay в нижнем блоке открытого окна пропадает вариант присуждения очка противоположной, то есть принимающей команде. Давай проясним, что дает нам каждый из трех нижних вариантов. Первый вариант может использоваться в двух ситуациях. А. Судья назначает переигровку. Одним словом, ты, будучи секретарем, слышишь свисток, останавливающий игру, а затем видишь жест судьи два больших пальца, поднятых вертикально. Б. Следующая ситуация возможна только в том случае, если ты не доверяешь первому суде. Например, судья присуждает очко одной команде, а ты сомневаешься. Правильное решение принял судья и не решаешься дать очко той команде, на которую указал судья изначально. И в итоге ты оказываешься прав. Но я должен сказать, что это категорически неверный подход. Даже если первый судья ошибается, ты должен присудить очко в протоколе ровно так же, как это делает первый судья. Если в итоге выйдет, что он ошибся и признает свою ошибку, то его ошибку ты исправляешь в протоколе с помощью оставшихся двух вариантов. Второй вариант просто аннулирует последнее присужденное очко. Третий вариант присуждает очко противоположной команды. При помощи кнопки Set Preview можно отобразить на экране протокола обзор партии на текущий момент. Внешний вид содержимого идентичен бумажному протоколу. Кнопка History открывает блок записи о всей игре. Одним словом, это подробный журнал, в котором фиксируется вся информация об игре, и умение понимать данные записи может пригодиться в нештатных ситуациях. Например, определить, с какого момента неверный игрок вошел в игру, тем самым понять, сколько очков снимать с той или иной команды, если возникнет такая надобность. В верхней части этого протокола присутствует вкладка Set Information, которая также отображает данные об игре и позволяет фильтровать все это по количеству замен, наказаний, травм. В данной информации добавляется программа автоматически, и ее невозможно изменять вручную. Если ты слышишь, что тренер или капитан желает опротестовать решение первого судьи, то тебе не остается ничего другого, как с разрешения первого судьи зафиксировать протест, нажав на кнопку протест на стороне соответствующей команды. После окончания игры следует записать причину протеста совместно с первым судьей команды, требующей протеста. Ну а теперь можем перейти непосредственно к началу игры. Как только команды были представлены, они приветствуют друг друга у сетки. Дальше может идти представление судейской бригады, или же судьи занимают свои позиции. Итак, ты видишь, что первый судья сбирается на вышку, все это служит тебе сигналом. По сути, для тебя игра уже началась, и до ее окончания все твое внимание должно быть направлено на игру. Второй судья начинает проверку карточек расстановки команд, а ты следишь за этим процессом вместе с ним, и для этого несколько причин. Первое. Незаметительно реагировать на возможные вопросы касательно расстановок команд. Второе. Зафиксировать момент, когда второй судья дает разрешение игроку Либера выйти на площадку. Если игрок Либера, конечно же, выходит. Ты также должен указать в программе, что игрок Либера выходит на площадку. Очень важно, чтобы на данном этапе в электронном протоколе игрок Либера с правильным номером заместил бы правильного игрока на площадке. Если вдруг по какой-либо причине ты пропускаешь этот момент, то ты должен незамедлительно обратиться ко второму судьи с целью уточнения номеров игроков, участвующих в замещении. Как только карточки расстановок обеих команд проверены вторым судьей, и ты видишь, что мяч находится на стороне правильной команды, а это та команда, которая должна подавать первую, то это тот момент, когда ты поднимаешь обе руки наверх, тем самым дав понять второму судье, что ты готов к началу игры. Для начала игры следует нажать в программе на кнопку синего цвета Start Set, находящуюся под схематичным отображением игровой площадки. На данную кнопку следует нажимать одновременно со свистком на подачу первым судьи. Свисток на первую подачу в игре обозначает начало игры, поэтому после нажатия на эту кнопку появится окошко для ввода времени начала игры. С этого момента электронный протокол будет вести учет продолжительности как партии, так и игры в целом. Наиболее важной обязанностью секретаря, помимо корректного фиксирования счета, является контролирование подающих. То есть секретарь является тем членом судейской бригады, который нажимает на зуммер или же при отсутствии его сообщает второму суде о неверном подающем. Первая в партии очко получает правая от стола секретаря команда. Следовательно, нужно нажать на ту кнопку с текстом Assign Point, что находится на правой стороне электронного протокола. Сразу после присванивания очка секретарь обязан проверить обе команды. Это означает то, что нужно обратить внимание на скаме запасных обеих команд, а также на зону замещения Libero. Опять-таки, нужно успеть заметить момент замещения Libero. Данная процедура должна тобой повторяться после каждого розыгрыша, после каждого тайм-аута, а также после интервалов. Если ты слишком рано нажмешь на кнопку Assign Point, то электронный протокол спросит у тебя, а уверен ли ты в том, что за такой короткий промежуток времени, с момента свистка на подачу и до конца розыгрыша. Очко было разыграно, и ты хочешь присутить очко. После удачного окончания первого розыгрыша в партии протокол больше не отображает тебе кнопку Start Set. Вместо этого написано Start Rally. Эта кнопка, в отличие от первой, уже оранжевого цвета. Как уже было сказано ранее, эту кнопку следует нажимать одновременно со свистком на подачу первого суди. Если судейской бригаде выдана на игру умный гаджет, то первому суде отображается время в секундах с того момента, как ты нажимаешь на кнопку Start Rally. Если гаджеты выданы также тренерам, то при нажатии тобой на кнопку начала розыгрыша у тренеров блокируется возможность запрашивать замены таймаута. Следующее очко получила команда A, поэтому нажимаешь на левую кнопку Assign Point. Поскольку электронный протокол умная программа, то он автоматически определяет те ситуации, когда можно провести замещение игроков Либера, и секретарю ничего не остается, кроме как убедиться в том, что на площадку выходит игрок с правильным номером, и в данной ситуации с площадки уходит игрок Либера под номером 1, и вместо него выходит игрок номер 7. И, поскольку данную игру я изучал весьма подробно, то знаю, что при данном счете команда B поменяла находящегося на площадке игрока Либера номер 10 на Либера с номером 9. Для этого я использую кнопку Exchange Либера на стороне правой команды, при нажатии на которую игроки Либера меняются между собой местами. Поскольку у команды A только один игрок Либера, то на их стороне такая кнопка отсутствует. Следующее очко получила правая от стола секретаря команды. Поскольку мне нравится использовать горячие клавиши, то я предпочитаю использовать данный подход и в электронном протоколе. При своении очка правой команде я назначил на клавиатуре стрелочку направо, для левой команды налево стрелочку. Каждая кнопка в протоколе, если ей присвоено горячей клавишей, отображает название этой клавиши. Ты можешь это видеть также и на моем экране. Переходим к первому таймауту, который данной партией будет при счете 8-3. Это технический перерыв, который протокол может автоматически сам запускать. Если в твоей игре нет технического перерыва, ты можешь сам остановить запустившийся автоматический таймер и продолжить игру. Обрати внимание, были ли игроки Либера в момент начала таймаута на скаме запасных или же находились на поле. Потому что после таймаута команды должны выйти на игровую площадку точно в таком же составе, в котором они уходили с нее на игровой перерыв. Если команды нарушают данную процедуру, то обязательно сообщи об этом второму суде. Когда ты достигнешь такого уровня, что во время игры у тебя будет свободный момент без внутреннего напряжения, то в играх, в которых судейская бригада не использует гаджеты, будет весьма кстати, если ты дашь второму суде знать о том, кто после таймаута будет подавать первым, имеется в виду номер игрока, и кто будет подавать следующим на стороне принимающей команды. Первый, взятый со стороны команд игровой перерыв, произошел при счете 18-14. Поскольку в данном видео не видно, то я помогу и скажу, что запрос поступил от тренера команды B. Поэтому в электронном протоколе активируем игровой перерыв на стороне правой команды. Можешь показать, но не обязательно это делать второму суде правой рукой, что это первый перерыв для этой команды. Во время таймаута экран электронного протокола выглядит так. Также остальные члены судейской бригады видят таймауты, если судейская бригада использует гаджеты. Если в зале не используется электронное табло, и у второго суди нет часов, то при помощи этой части экрана он может следить за тем, когда таймаут закончится. Как только команды вернулись обратно на игровую площадку, убедись в том, что мяч находится у верной команды, что правильные игроки Либера находятся на площадке, на верных позициях, а также убедись в том, что подавать идет игрок с правильным номером. Как только это сделано, подними обе руки наверх, чтобы второй судья понял, что ты готов. При свистке первого суди на подачу нажми старт ралли. Двигаемся дальше, к заменам. Ты уже прекрасно помнишь, что при замене зуммер ты имеешь право нажимать лишь тогда, когда игрок, выходящий на площадку, вступит в зону замены. То есть трехметровая зона. И не секунды ранее. На более низких уровнях игр секретарь сам нажимает зуммер. И чем выше уровень турнира, тем более вероятно, что у секретаря имеется помощник-секретаря. У нас в Эстонии в простонародье его называют табло, который и подает сигнал зуммерам. Если в бумажном протоколе ты привык к тому, что при заменах второй судья тебе называл вначале номер игрока, который уходит с площадки, а затем называл номер игрока, который выходит на площадку на замену ему, то в электронном протоколе удобнее делать наоборот. Для чего это полезно? Просто потому, что самый быстрый способ провести замену – это метод drag-and-drop. Как только ты слышишь, что судья говорит один И, у тебя уже рука тянется с курсора мышки к скаме запасных, и ты хватаешь игрока под номером один. И тут же добавляют второй судья – двадцать один. И ты понимаешь, что выбранного тобой игрока под номером один ты перетаскиваешь на место игрока номер двадцать один. У опытного секретаря на это уйдет времени меньше, чем у выходящего на площадку игрока для того, чтобы успеть на свое место. Если в твоих действиях прослеживается неуверенность, то ты можешь проводить замены и в более медленном способом. Для этого нажми на кнопку Substitution на стороне правой команды, так как замена происходит на их половине. А все остальное происходит по сценарию исключительной замены с маленьким исключением. При плановой замене не нужно ничего записывать в замечание. Как только замена тобой произведена, и ты готов идти дальше, поднимаешь руки, показывая свою готовность. При двойной замене не стоит спешить, внимательно следи за тем, чтобы замены были тобой корректно произведены. При надобности проси второго судью позвать игроков обратно, или же наоборот, проси разделить их, чтобы четко прослеживалось, кто кого заменяет. Как только игроки между собой дважды поменялись, то есть они не могут больше участвовать в плановых заменах, лишь в исключительных, то в протоколе на строках соответствующих игроков в левом углу увидите иконку карточки, перечеркнутой красной линией. И в принципе, во время партии тебе не нужно больше ничего другого делать, кроме как после последнего розыгрыша указать корректное время окончания партии игры, или игры. При надобности сможешь данное время изменить. В конце игры нужно подтвердить окончательный результат. Происходит это с помощью паролей первого судья и секретаря. Если в бумажном протоколе итог должны подтвердить еще и представители команд, то на текущий момент в протоколе игра подтверждается только первым судей и секретарем. Если команды хотят получить протокол в бумажном виде, то было бы неплохо, если бы ты смог распечатать, имея, конечно же, под рукой принтер в зале. Для перехода в режим подтверждения игры нужно нажать на кнопку «Scoresheet Approval». И это ты делаешь только с разрешения первого судьи. Самовольное нажатие секретарем на данную кнопку запрещено, после чего открывается окошко для ввода паролей. А также можно ввести дополнительные комментарии и замечания, как и в бумажном протоколе. Для начала секретарь вводит свой пароль для подтверждения, после чего нажимает «Login». Затем первый судья вводит свой пароль, после чего также следует нажать «Login». После того, как ты нажмешь на «Approve and Finalize Match», протокол предлагает автоматическую возможность сохранить игру в файл, который можно позже открыть заново в электронном протоколе, полезно для анализа своих игр. После чего открывается следующее окно, где можно игру заново открыть, кнопка «Reopen Match», распечатать протокол, а также можно совершить другие операции, которые связаны с протоколом. «Scoresheet» выполняет те же самые функции, что и кнопка «Print», которая отображается в главном окне протокола во время игры. И последний вариант позволяет открыть и сохранить в PDF официальную форму. И так как мы желаем, чтобы наша игра загрузилась на сервер электронного протокола, то мы должны нажать «Upload Match». Спустя несколько секунд игра будет загружена на сервер. Во время загрузки будешь видеть данное окно. Как только файл загрузится, протокол тебе покажет следующее окно. И продолжат следующие варианты распечатать отчет счета на принтере, сохранить в PDF или же отобразить его на экране. В общем-то вот и все, что хотел рассказать об электронном протоколе. На этом я заканчиваю данное обучающее видео об использовании электронного протокола во время игры. Я очень надеюсь, что начинающим секретарям данное видео понравилось. Если так, то ставьте данному видео лайк, делитесь с коллегами. Чем больше отзывов я получу о своих роликах, тем больше я буду понимать, есть ли от проделанной работы какой-то толк. А также может следовать на что-то конкретное обратить внимание в будущих видео. Конечно, если они будут. В следующем видео я расскажу об использовании страшной функции manual change, то есть ручное изменение, использовать которую новички обычно очень боятся. Также готовлю видео о фиксировании наказаний в электронном протоколе. Всем удачи, всем пока и до встречи в новых видео уроках.